Здравствуйте, друзья! С вами 3D News Daily и в сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о пресс-конференции Apple на конференции разработчиков WWDC 2015. Работа над ошибками, оптимизация, наверстывание упущенного, называйте как хотите, но в этот раз купертинцы предпочли громким премьерам более приземленные и нужные вещи. Например, карты Apple наконец-то научатся отображать маршруты общественного транспорта. Эта фишка пропала с яблочных устройств в 2012 году, когда они попрощались с Google Maps. А браузер Safari сможет прикреплять вкладки и подсвечивать те, в которых воспроизводится звук, прямо как Chrome, выполняющий этот трюк уже не первый год. Но не думайте, что Apple только повторяла за другими. Вот, например, функция Split View в iOS, которая делит экран пополам и отображает на нем два приложения. Хотя нет, погодите, это тоже не новость, ведь планшеты семейства Surface и Galaxy Tab это уже умеют. Так, что у нас дальше? Ответ Google Now под названием «Проактивная помощь». С переходом на анонсированную тут же iOS 9, который выйдет осенью, ваши айфоны и айпады овладеют искусством контекстных подсказок и действий. К примеру, календарь заранее с учетом пробок на дорогах оповестит о предстоящей встрече на другом конце города. А если вы любите утренние пробежки, система предложит включить что-нибудь энергичное в музыкальном плеере. Судя по презентации, «Проактивная помощь» — это не отдельное приложение, а комплекс функций, интегрированной в Siri, Spotlight и систему в целом. Все вышеперечисленное, включая некоторые возможности помощника, также появится в новой версии Mac OS X, названной El Capitan. Пользователей ждут обновленные Safari, Notes, Spotlight, Mission Control и другие. Не обошлось и без традиционных обещаний работать быстрее, выше, сильнее. Приложения запускаются почти в полтора раза стремительнее, а переключения между ними осуществляются аж вдвое быстрее. Все это и многое другое пользователи OS X смогут оценить осенью. El Capitan будет распространяться в виде бесплатного апгрейда. И все-таки один оригинальный анонс со сцены в Сан-Франциско прозвучал. Точнее, он был бы оригинальным, если бы на дворе был 2006 год. Но в гонку музыкальных сервисов Apple включается только сейчас. Расценки таковы. 10 долларов в месяц для гордых одиночек или 15 для семьи из 6 человек. Плюс трехмесячный ознакомительный период, которого хватит, чтобы оценить функции локального хранения и онлайн-прослушивания музыки из 30-миллионной библиотеки. Конкурировать со Spotify и десятками других сервисов Apple Music будет с помощью интересных функций вроде блогов-исполнителей и интеграции с Siri. Цифровой помощник сможет не только включать концертные композиции, но и реагировать на более общие запросы. К примеру, если вам захочется послушать что-нибудь из танцевальных хитов 90-х. Также подтвердилась информация об интеграции в Мьюзик цифрового радио. В будущем сервис предложит множество виртуальных станций, а первой из них станет Beats One во главе с диджеем Зейном Лоу. Старт Apple Music намечен на 30 июня, а осенью выйдет Android-версия приложения. Другие новости о WWDC, а также полную текстовую трансляцию пресс-конференции читайте на 3dnews.ru. Не забудьте подписаться на наш канал, друзья. До встречи!